И все, привет, ребят! С вами мистер Ваньк и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной нагибаторский open case. У меня накопилось 37 контейнеров. Кто не знает, это одно из самых моих любимых, интересных, замечательных цифрок. И я, конечно, не смог его обойти. Я считаю, что сегодня мне обязательно должно что-то крутое выпасть с этих контейнеров. И я надеюсь на то, что, возможно, упадет какая-нибудь XT, либо, может быть, какая-нибудь новая анимированная краска в золотом свечении. Потому что в последнее время золотых свечений было максимально мало. И я надеюсь, что сегодня данное, можно так сказать, проклятие будет снято. Если вам нравятся игровые видосы... Ой, какие игровые, говорю, боже ты мой. Если вам нравятся видосы, в которых мы открываем контейнеры. Если вам нравится данная тематика, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а я, в свою очередь, если увижу под данным видеороликом большую активность. Если я пойму, что вы хотите, чтобы я открывал как можно, как можно больше контейнеров, которые мне там не выдают. Да, не выдают там сотни, тысяч этих контейнеров. И я там сижу с таким вот лицом и думаю, блин, а еще так долго открывать. А те контейнеры, которые я сам заработал, которые, к слову, я поймал на день космонавтики на той самой безумке. Ну и плюс, если я не ошибаюсь, там пару-тройку контейнеров еще упало с данного интересного челленджа, да. По верхней цепочке у меня, как вы видите, боевого пропуска нету. Поэтому там по одному контейнеру 4-5 штучек насыпало. То прожимайте лукасы, друзья. Ну а мы потихонечку, потихонечку начинаем открывать. Как всегда, конечно же, открывать мы будем по одному контейнеру. Вы в комментариях под данным видеоролик напишите, как у вас вообще с контейнерами. Падает, не падает. Мне всегда интересен данный вопрос. Ну и поскольку контейнеров вы открываете, что вам выпадает, все это хотелось бы мне, конечно же, увидеть в комментариях под данным видосом. Ну и, безусловно, все ваши комментарии я читаю. Если даже какие-то у вас, например, вопросы есть по этому поводу, тоже можете задать. Я постараюсь на них дать свой ответ. Ну а мы начинаем открывать. Надеюсь на годный дроп. Все-таки, я уже сказал, 37 это очень достойное и интересное число. С которого, возможно, мне сегодня что-то крутое выпадет. Но пока мы начинаем с белых свечений. 4 подряд. 3,5 тысячи кристаллов это еще... Ну ладно, меня, в принципе, могло бы устроить. Но то, что у нас было 5, если я не ошибаюсь. 5, да? 5 белых свечений подряд. Это, конечно, не есть. Хорошо. Упала одна зеленочка и дальше опять белое свечение. Как же я люблю. Когда? О! Блин. Ну была бы прямочка, я бы сказал, класс. Но 150 батареек это явно не то, что хотелось бы все-таки здесь увидеть. К слову, друзья, я хотел бы сказать одну такую вещь. То, что, как вы знаете, что даже если я там бью звезды, то сейчас танкоины я никакие не покупаю. И, блин, мне вот очень интересно, сумею ли я до конца этого месяца накопить все же нужное количество танкоинов, дабы в данной цепочке получить скин-контейнер. У меня, если я не ошибаюсь, сейчас... Ой, ладно. Сейчас посмотрим, сколько у меня было танкоинов. У меня было 250. 15 этих недельных контейнеров еще получу. 100. Но, скорее всего, конечно, не хватит. Но, может быть, что-нибудь в этом плане мы еще вместе с вами придумаем. 25 контейнеров осталось. Уже 12 контов открыл. Но, кроме белого, зеленого свечения с кристаллами, птечками и одного синего, ничего здесь я, к сожалению, до сих пор не увидел. И это попахивает на самое печальное открытие? Нет. Хоть я и сказал, что число было очень даже неплохое, но пока что ничего хорошего нам с этих контейнеров, к сожалению, не падает. 20 контейнеров уже осталось. Открываем довольно-таки быстро. Не церемонимся. Но до сих пор надеемся на то, что какой-нибудь годный дроп все-таки нам выпадет. Так, фиолетик. И это может быть краска. Да, есть. Хорошо. Если я не ошибаюсь, то в фиолетовом свечении на данный период времени мне осталось там меньше пяти красок. Ну и плюс там пару-тройку эффектов. Понятное дело, что я как бы, ну, не тот человек, который там гонится за всеми этими красками, но это как просто факт того, что краски падают только почему-то в фиолетовом свечении. Потому что в золотом свечении, если я не ошибаюсь, мне еще больше 20 красок осталось всего выбить. И это, конечно, очень плохо, но то, что хотя бы они падают там в фиолетовом свечении, такая вот краска как абстрактные линии. Давайте, кстати, посмотрим вообще где она находится и попытаемся ее найти. У меня тут очень много всяких интересных красок, но я надеюсь, что я ее смогу прямо сейчас найти. Абстрактные линии, по идее, в фиолетовом свечении это не анимированная краска, значит она, по идее, вот где-то, 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 где-то вот здесь вот должна быть, да? Вот именно тут абстрактные линии. Краска вроде как выглядела довольно-таки неплохо. Да, вот она. Да, неплохая такая красивая красочка. Если кто-то гонится, например, за красками, то я считаю, что по сути она, наверное, такая более достойная, более красивая является. Давайте продолжим открывать в ней. Может быть, мне с этой краской что-нибудь годное дропнет. Но, может быть, это, конечно, такая себе надежда. К сожалению, пока что ничего хорошего нам здесь не дропает. И в очередной раз очень много белых свечений. Очень много. Я уже думал, о, фиолет, еще один, ничего себе. Эффект магма. Вот, еще один, короче, эффектик выпал. Ну, вы знаете, да, магнум, то, ой, магнум, говорю, ой, шафт, да, как бы он хороший, так, хороший шафт, да. Сколько у меня вообще на него осталось? Остался один эффект? Нифига себе, у меня столько эффектов на магнум уже имеется. Остался один, только синий. Ну, ладно, может быть, в скором будущем мне данный эффект упадет. И также, друзья, в комментарии, у меня вот тут в голове созрел один вопрос. Ответьте на вопрос. Хотели бы вы увидеть вообще открытие контейнеров в HTML-версии? Потому что многие открывают контейнеры там. Я, к слову, если не ошибаюсь, ни разу до сих пор не пробовал открывать контейнеры в HTML-версии. Можешь попробовать там, может там хотя бы будут падать, например, какие-нибудь золотые свечения, которых я уже не видел больше полугода. Это может даже еще больше, чем полгода. И мне хотелось бы все-таки что-нибудь интересное выбить. О, еще одна фиолетовая. Краска лунный грунт. Блин, а что это у нас сегодня? Фиолетовые свечения? А если я сейчас одену? То есть, я одел сначала одну краску, а теперь я возьму, переодену на лунный грунт. Так, где она только будет? Вот здесь, наверное, где-то должна быть, да, по идее? Лунный грунт. Так, она по идее должна быть вот тут. Вот тут она должна быть. И где же она? Лунный грунт. Лунный грунт. Я не вижу лунного грунта. А, вот она, вот она. Давайте одеваем ее. Но это прям как будто краска, в которой надо было голды ловить, если честно. Но падает она мне только-только сейчас. А, может быть! Кстати, это же связь. Я эти же контейнеры поймал. Поймал на день космонавтики. Может быть, это какой-то знак? Ну ладно, ну ладно. Так, белое свечение дальше падает. Блин, еще бы 2-3 фиолетика. Я бы сказал, что не такое уж и плохое открытие. Но пока что... Пока что не все так круто. Да, скажите мне, зажрался, зажрался. Там тебе 3 фиолета упало. Но, друзья, я же не гонюсь за красками. Я не гонюсь за красками. Вот если бы мне бы икс-ти предмет упал бы, которого у меня до сих пор нет. Вот это была бы другая совсем история. Совсем другой раскладик. Я бы уже на эту всю ситуацию с другой стороны бы смотрел бы и говорил бы, что... Ох ты как! Блин. Все надеюсь, что мне према упадет, а падают какие-то батарейки. Я бы говорил, вот это как бы хорошее, замечательное открытие. Ну, когда мне падают эти фиолетики, ну, что там? Что с этими фиолетами буду делать? Я все равно на этих красках никогда в жизни не буду играть. Опачки! А 3 дня према это уже неплохо. Это уже можно считать за неплохое открытие. Даже 3 дня према для 37 контейнеров, я считаю, лишними никогда не бывает. Это, к сожалению, это был последний контейнер. И с него выпадает 3,5 тысячи кристаллов. Что мы имеем в итоге, друзья? Если я не ошибаюсь, то мне упало около 75 тысяч контейнеров. Ну, в районе где-то так, да, там 70, до 100, короче, мне упало. Пару красочек, 1 эффект, 3 дня према. Ну, если я бы акцентировал внимание на всем, что мне упало, я, конечно, бы сказал, что премка, ну, это лучшее. Да, даже, ну, смотря на это число, да, вы скажете там, ой, так у тебя премка завтра заканчивается, так тебе еще и 3 дня упало. Конечно, я скажу, что это очень круто. И премка лишней в данный период времени для меня никогда не бывает. Что бы мне и кто бы не говорил. Ну, так бывает, что я не вижу золотые свечения, но хотя бы пару-тройку фиолетиков сегодня нам дропнуло. Вот такое вот открытие у нас сегодня, друзья, получилось. Не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, друзья. Не забывайте также нам нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был Мистер Ваненька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Такое вот открытие у нас сегодня, друзья, получилось. Не знаю даже, как его рассматривать. Сказать, что оно сверх крутое или сверх, ну, такое печальное, я как бы не могу. Все-таки какие-то интересные предметы мне выпали. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok